МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проводится круглосуточно в любое время года. Водовод от Томильного до Октябрьского достроят в следующем году. За зиму мы утвердим проект, пройдем экспертизы, все изыскания. И весной задача поставлена выйти на работу физически. Около Черного озера создадут парк дружбы. Мне нравится тренироваться, под музыку вставать. И нравится нашу группу боя. В Люберцах выступили юные гимнастки со всей России. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Люберцах запустили движение автомобилей по новой эстакаде на Октябрьском проспекте. Теперь количество полос на самой загруженной транспортной артерии округа увеличено до восьми. Этот исторический момент запечатлела наша съемочная группа. Да поскорей бы уже открыли, а то пробки надоели. Честное слово. Водители стоят в традиционной для этого участка пробке и наблюдают за тем, что происходит на эстакаде. А там уже идут последние приготовления перед долгожданным запуском движения. С заторами на Октябрьском проспекте скоро можно попрощаться. Были заменены все коммуникации, построена новая эстакада, которой никогда не было в городе. И, конечно, благодаря реализации такого серьезного проекта наши автомобилисты смогут проезжать те проблемные участки. Перекресток основной, который в городе всегда называли крестом, из-за того, что там была пробка, смогут проезжать уже без потери времени по современной трассе. Три с половиной года мы работали над реконструкцией Октябрьского проспекта в городе Люберцы. Строители работали, не прекращая движение на дороге, строили вот эту чудесную эстакаду. Очень надеюсь на то, что жителям будет комфортно и удобно ездить по этой современной безопасной дороге. На новой эстакаде нанесена дорожная разметка. По обе стороны установлено освещение и ограждение. В последние месяцы строительство путепровода шло ускоренными темпами. Теперь в истории городского округа Люберцы появилась еще одна знаменательная дата – 7 сентября. За моей спиной эстакада, готовая принять первые автомобили. До старта – в считанные секунды. Давай. Протяженность путепровода – 473 метра. Новая эстакада увеличит пропускную способность Октябрьского проспекта более чем на треть. Проезжая часть по основной магистрали Люберец увеличена с 4 до 8 полос. Луиза и Гязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На главном въезде в Люберцы со стороны Октябрьского проспекта появился новый сквер. Жители и гостей округа встречает яркая стелла, посвященная 400-летию города. На открытии новой визитной карточки работали мои коллеги. Это небольшое пространство теперь станет популярным местом для встреч, прогулок и фотосессий. Особое внимание притягивает цифра 400, установленная в честь Большого юбилея города. Открытием этой стеллы в Люберцах продолжили праздновать знаменательную дату. Все очень красиво, прилично, очень атмосферно. Тут будет здорово гулять, проводить время. Мне здесь очень нравятся очень уютные качели. Здесь, правда, будет здорово собраться с друзьями. Хуже всего, что это близко к дороге. Здесь чуть подальше был поинтересней. Ну, а в принципе, благоустройство, оно всегда хорошо. С открытием нового места притяжения жителей округа поздравил Владимир Волков, а заодно и узнал их мнение и пожелания. Здесь же еще будут фруктовые деревья, озеленение, разнотравие такое. Получится еще красивее. А здесь еще больше, что ли, будут? Вот фонтаны не заложили, но в другом благоустройстве заложим. Может быть, потом реализуем, почему нет. Если жителям нужно, в принципе, можем поставить. Гостей праздника угостили мороженым и вручили памятные подарки. Также их ждала викторина по истории Люберец. Жители узнали много интересных фактов о родном городе. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается строительство водовода с точкой подключения в микрорайоне птицефабрика ДВЗУ номер один в поселке Октябрьский. Реализация масштабного проекта началась в августе прошлого года. На каком сейчас этапе работы и когда они завершатся, узнали мои коллеги. Водовод Томили на мирный Октябрьский масштабный проект в системе ЖКХ, который позволит обеспечить чистой водой более 74 тысяч жителей. Изменения в качестве главного жизненного источника почувствуют как в поселках городского округа, так и в новых микрорайонах. Строительство двух участков водовода идет в два этапа. На данный момент рабочие частично выполнили первый. Сейчас мы находимся в деревне Жилино. То есть от Томилино, от начала прохождения до этого места, уже порядка где-то 6-7 километров трубопровода проложено. В данный момент под новой развязкой на Новорязанском шоссе заложены две гильзы под дорогами, так называемый прокол. В нем будут находиться две трубы, одна действующая, вторая резервная. И вот в таком исполнении на протяжении всего коридора прохождения водовода все эти трубы лежат на глубине порядка 6-7-5 метров, там по-разному в разных частях нашего городского округа. В рамках второго этапа строительства водовода предусмотрена реконструкция ВЗУ номер один в поселке Октябрьский, а также подключение к централизованному водоснабжению деревень-часовня Жилино-1, Жилино-2, Пихорко, Егорово, Кирилловка и Чкалово. У нас по контракту срок окончания строительства третий квартал следующего года. Работы будут проводиться круглосуточно в любое время года. Строительство водовода от Томилина до Октябрьского проводится в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией городского округа Люберца и Мосводоканалом. Луиза Егия-Зарян, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберца Владимир Волков встретился с жителями с северной стороны города. Поводом стало запланированное строительство ледового дворца на улице Побратимов, которое вызвало у людей много вопросов. Подробности у Луизы Егия-Зарян. Сквер между домами 15 и 17 на улице Побратимов – один из любимых зеленых уголков для жителей северной части города. Узнав, что на этом месте планируется строительство спортивного сооружения, люберчане обратились к представителям власти. Это единственный зеленый островок, потому что ближайшего здесь нет, кроме Наташинского парка, где можно погулять с детьми, где пожилые люди могут выйти погулять. Именно по этой причине большинство жителей были против строительства ледового дворца на месте сквера. Точку в опросе поставил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Решение уже принято назад, никакого не будет. Никакого ледового дворца здесь не будет. Оставляем сквер. Тогда предложение к вам создать такую небольшую рабочую группу. Пусть от вас будет 5-7 человек. Мы от нас, от администрации закрепим проектировщика. В течение осеннего-зимнего периода мы запроектируем. Отвечать как ответственный заместитель администрации по благоустройству будет Романцова Наталья Николаевна. Обустроить на этом месте современную, комфортную и безопасную зону отдыха Владимир Волков пообещал следующим летом. А для строительства ледового дворца, который крайне необходим спортсменам, уже выбрали другую локацию. Здесь шикарное место вдоль коллектора, который мостводоканала. И там пустырь, который можно использовать под спортивный объект. И всякая, скажем так, преступность там уйдет. Поэтому интересы соблюдаем всех жителей. Здесь и там. Принимается? Принимается. Все. Вам спасибо. Уже в следующем году приступят к обустройству парка на берегу Черного озера. Новое общественное пространство площадью 42 гектара станет популярным местом отдыха у люберчан и москвичей. Каким будет парк дружбы, расскажем в сюжете. Вся территория общая, порядка вот этих 45 гектар, начинает проектироваться. За зиму мы утвердим проект, пройдем экспертизы, все изыскания. И весной задача поставлена выйти на работы физически. Сейчас ведется работа по передаче земельных участков под благоустройство. Большая часть прилегающей к водоему территории и со стороны Люберец, и со стороны Некрасовки в заброшенном состоянии. Но уже через год береговую линию Черного озера сделают комфортной для отдыха и прогулок. Хотим, чтобы все это благоустроили, чтобы было красиво, чтобы люди, мамы с детками приходили, отдыхали, чтобы было комфортно. Не так, как сейчас здесь помойка. Хотелось бы побольше чего-нибудь спортивного, каких-нибудь спортивных площадок, чтобы можно было заниматься свободно, не ходить в спортзал и ездить куда-то, а здесь заниматься, потому что очень много ребят, которые хотят заниматься спортом. В рамках проекта расчистят акваторию озера и укрепят берега. По периметру парка сделают освещение. Создадут круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов. Установят детские спортивные площадки, обустроят пляж, места для рыбалки, смотровые площадки и зону пикников. Мы очень ждем, чтобы у нашего района появился парк, появились новые территории, где можно было прогуляться. Все-таки у нас озеро красивое. Хоть какая-то пешая доступность через это озеро, если это возможно сделать, или хотя бы она обходная какая-то была, потому что вот этой стороне улицы озерная сложнее добраться до метро. Чтобы жители Люберец смогли быстрее добраться до метро, через озеро построят пешеходный мост. Он позволит в два раза сократить время пути. К благоустройству парка «Дружба» приступят весной. Летом 2025 года все работы завершат. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Преображенском соборе состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Люберецким благочилием Подольской епархии и Управлением по работе с молодежью городского округа Люберцы. Плодотворное взаимодействие между благочением и Управлением по работе с молодежью продолжается много лет. Нынешнее соглашение позволит существенно расширить сотрудничество в социально-просветительской сфере, а также реализовать совместные программы и проекты. Те основы экономно, которые закладывает Русская Православная Церковь в формирование здоровой молодежи, которая потом встанет, конечно же, у руля нашего государства, это большое подспорье в нашем общем большом деле. Поэтому совместно работать, трудиться, обмениваться потрясающим опытом, основами духовно-нравственной жизни, это большое действительно для нас благо. Молодежная политика в рамках государства – это духовно-патриотическое воспитание, прежде всего. Соглашение дает нам более тесное не только общение, но тесные труды, пасхальный фестиваль, который у нас ежегодно проходит, День Православной Молодежи. Такие есть события, которые нас объединяют, не разъединяют, объединяют, и дают больше позитива и больше не только материальных благ, но и духовных. В Люберцах продолжаются встречи участников и ветеранов специальной военной операции с молодежью городского округа. Защитники рассказывают детям о своем боевом пути и отвечают на все интересующие вопросы. На одной из таких бесед присутствовали и мы. В зале картины и галереи собрались воспитанники Дворца детского и юношеского творчества. Но сегодня они будут говорить не об искусстве и не о направлениях своей внешкольной деятельности, а о событиях, которые происходят в стране и мире. Мужчины, наши молодые парни, можно сказать, мои сыновья, идут на защиту Отечества, опять так же, против нацистов, против фашистов. Мы не хотим, чтобы они уничтожали народ. Мы хотим, чтобы наша Родина процветала. Мы хотим жить и растить своих детей в мире. Мы хотим сами жить в мире и делать нашу Родину лучше. Что на самом деле происходит в зоне СВО и почему было принято решение проводить ее, ребятам рассказал Виктор Исаев. В марте этого года заместитель командира добровольческого батальона вернулся с фронта. По состоянию здоровья демобилизовался. На протяжении почти года проводит в Люберцах серию таких встреч с молодежью. Это важно не только для меня. Это вообще важно для всей страны. И в первую очередь это важно для этих детей. Они должны из первых уст знать всю правду. Ни из интернета, ни из каких-то подозрительных, непонятно кем созданных, вражеских сайтов. Только мы можем рассказать, что такое Родина, как ее любить и как ее нужно защищать. До начала специальной военной операции Виктор Исаев периодически отвозил в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Сейчас уже будучи ветераном СВО, продолжает выполнять эту важную миссию. Луиса Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Если бы в полиции было понятие «универсальный солдат», то это точно были участковые. Они и юристы, и оперативники, а в некоторых случаях даже психологи и воспитатели. 17 ноября службе участковых, уполномоченных МВД России, исполняется 100 лет. В преддверии юбилейной даты наша съемочная группа познакомилась с еще одним представителем этой профессии Русланом Курмаевым. Так начинается каждый рабочий день участкового, уполномоченного Ухтомского отдела полиции Руслана Курмаева. Получив необходимый для работы материал, отправляется в свой кабинет изучать обращения от жителей, рассматривать дела о правонарушениях. Здесь же ведет прием граждан. Беспокоит соседи? Соседи. В каком плане они вас беспокоят? Шумят. Очень поздно. И голод жить ребенка. Мы можем выехать на адрес. Я выйду на адрес. Проведу с ним профилактическую беседу. Но привлечь их к административной ответственности, непосредственно к ответственности, я не могу. Почему? Потому что данные правонарушения рассматривает Роспотребнадзор. К нарушителю тишины Руслан Курмаев отправился в этот же день, во время обхода своего участка. Это еще один пункт в перечне его обязанностей. Ребятишки бегают там по всему этажу. Бывают всякие там интеграции. Не хочется выходить, можете им. Не дают добро на это. А вот бегать они бегают. Поэтому шум такой может быть. А вы являетесь собственником квартиры? Понятно. То есть у вас внуки? Сотрудник полиции провел с мужчиной профилактическую беседу. Тот, в свою очередь, пообещал впредь контролировать внуков. И это лишь небольшой эпизод ежедневной работы участкового. Находить общий язык приходится с большим количеством людей. И тут важно иметь несколько качеств. Стараемся помочь людям. Вникнуть в их проблему. Изнутри. В основном мы в большей степени психологи. Чтобы довести до людей, что не вы одни здесь живете. Есть другие граждане, которым дискомфортно от ваших каких-то действий. То есть участковый – это такой человек, который занимается всем. И любая проблема граждан. В первую очередь, граждане куда бегут? К участковому. Потому что участковый подскажет, направит в нужное русло. Такую нелегкую разностороннюю профессию Руслан Курмаев выбрал сам. В детстве наблюдал за участковым, который работал в его районе. С тех пор и мечтал носить погоны. А сегодня, возможно, он сам станет для кого-то примером для подражания. Здравствуйте! 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 Все у вас здесь? Да! Кто не обижает, играетесь? Луиза и Газарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почему не в школе? МОСУБЛПОШ-СПАС провел ежегодный смотр-конкурс «Отражение». В спортивных состязаниях вместе с пожарными спасателями традиционно принимали участие подмосковные журналисты. Приехали команды из Шатуры, Каширы и Дубны. О результатах соревнований и итогах творческого конкурса расскажет Богдан Колесников. Перед началом соревнований инструктаж по технике безопасности и жеребьевка. Участники разделились на две команды. В каждой по три человека. К борьбе за первое место готовы и морально, и физически. Там у нас четыре этапа, поэтому каждый проявит себя как надо. Мы подбираем команду, чтобы не грустно было, и специалистов наших подразделений, которые некоторые реально занимались боевой работой, и со средств массовой информации. Когда человек представляет, насколько трудно, значит, он уже и совсем по-другому освещает все события, которые наши подразделения совершают на месте ЧАЭС. Спортивные испытания команды проходили поочередно. Бросали спасательный круг на дальность, надевали боевую одежду и снаряжение пожарного, поражали цели с бронхойта, преодолевали лабиринт с препятствиями и эвакуировали пострадавшего со второго этажа. Очень тяжело в этой форме работать, но заряд адреналины и подраздели вообще получил отличный. Немножко на этапах, конечно, накосячил, но в целом сработали хорошо команды. Понравилось безумно. Еще бы, может, повторил разочек. Ну, спасать, наверное, труднее. Все-таки оператор у меня уже привык, а надеть, допустим, форму – это тяжеловато. И бегать не тяжелый тут ребят. Во время подведения итогов соревнований наградили и победителей творческого смотра конкурса «Отражение». Первое место в номинации «Лучший видеоматериал» заняла команда телеканала «360». Авторы сюжета – корреспондент Ирина Кириллина и оператор Евгений Макалкин. Мы снимали сюжет про собаку Симону, которая работает в пожарной части 10 лет. И вот ее, наконец-то, посвятили в пожарное, вручили ей форму, шевроны, и показали, как она работает. Она помогает в пропаганде, раздают листовки у себя в поселке. А еще недавно Симона стала мамой, и одного из щенков Дмитрий оставил, так что там теперь будет целая династия. Творческие конкурсы и спортивные состязания с участием СМИ и пожарных спасателей «Мособлпошспас» проводят в разных городах Подмосковья. В этом году – в Малаховке. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы уже в десятый раз становится площадкой проведения крупного спортивного мероприятия. Во Дворце спорта «Триумф» прошли всероссийские соревнования «Юные гимнастки» физкультурно-спортивного общества «Профсоюзы». За выступлениями участниц и их награждением наблюдала наша съемочная группа. 423 гимнастки из 22 регионов приехали в Люберцы, чтобы побороться за путевку в первенство России. Юные спортсменки представили на суд зрителей жюри индивидуальные и групповые упражнения. После того, как все участницы продемонстрировали свое мастерство, они вышли на торжественный парад, чтобы получить свои награды. Конечно, это праздник спорта. Люберцы – это территория спорта. Люберцы всегда были гостеприимным городом. В этом году нам исполнилось 400 лет, юбилей. Всем девочкам желаю быть самыми красивыми, самыми спортивными, добиться результатов, которые вы сами перед собой поставите. От городского округа Люберцы в этих соревнованиях приняли участие 33 спортсменки. Три девочки стали призерами. С победой, памятными подарками и возможностью выступить на первенстве России и отсюда уехали гимнастки из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. Мне нравится тренироваться, под музыку вставать. И нравится наше групповое. Мы выступили очень хорошо и заняли первое место. Я очень рада. У меня нет эмоций, буду плакать. Но мы первый раз в групповом. Мы были в личной команде, теперь в групповом. Ну, мы счастливы, что первое место. Будем стараться дальше, лучше, сильнее, быстрее. Первенство России по художественной гимнастике среди спортивных обществ пройдет в Москве с 25 сентября по 3 октября. У Иза Иги Азаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Атлет Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян установил новый рекорд. На этот раз люберчанин посетил город-курорт Кисловодск. Силач отбуксировал на возвышенность автомобиль и при этом надул до разрыва 4 медицинские грелки. Три, два, один, старт! Поддерживаем Сергея! За спиной двухтонный УАЗ «Патриот». Впереди возвышенность длиной 44 метра. В зубах грелка, которую надо надуть до разрыва. В этой нелегкой задаче все было против спортсмена. Но он с ней справился. Еее! Кисловодск! Соридишься 220! Мы сделаем это! Свой рекорд Сергей Агаджанян посвятил 220-летию Кисловодска. На выполнение этого сложнейшего трюка ему понадобилось 2 минуты 17 секунд. Но на этом люберецкий силач останавливаться не собирается. У нас в планах с богатырским движением «Сильнейшая нация мира», которая создана при личном участии нашего президента Владимира Путина, есть амбициозный рекорд. Я хочу попробовать при поддержке моих коллег, готовиться буду не менее полугода, удержать на своих плечах платформу с весом более 500 килограмм, либо в виде машины, либо в виде телеги, чтобы вес, который приходился у Валентина Дикуля, был превышен. Наш воздух богатырский Нарзан, богатырь вода, люди у нас богатыри, и вся Россия – это богатыри. Вот чтобы знали, что сильнее россиян нет никого, сильнее кисловачан нет никого, потому что мы одна страна, и мы всегда за себя можем постоять, если надо проявить силу, волю, терпение, превозмогая трудности и боль, добиться результата. Рекорд Сергея Агаджаняна зафиксирован международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира». В округе стартовал осенний фестиваль «Готов к труду и обороне». В спортивном празднике, который проходил в течение двух дней на стадионе «Урожай», приняли участие более 200 человек. Насколько либерчане физически подготовлены, узнаем прямо сейчас. Рывок гири, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, бег на длинные и короткие дистанции, наклоны вперед на гимнастической скамейке. Ребята ловко и с азартом осилили все испытания, в очередной раз подтвердив, что «Люберцы» – территория спорта. Сейчас сдаю ГТО, опять же, третий раз, золото, идут. Выполнен первый норматив, хорошо идет, новый личный рекорд. Сейчас было метание мяча, ну, собственно, 48 метров, золото, пятая ступень ГТО. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами. Сегодня на стадионе ученики средних и старших классов. Многие сдавали ГТО впервые. Решил попытать свои силы. Скорые экзамены, тем более, даются дополнительные баллы. Это неплохой шанс показать себя, ведь я все лето занимался, тренировался и готов сдать на золотой значок. Нормативы ГТО выполнили около 200 человек. Участие в подобных спортивных состязаниях – дело добровольное. Однако хороший результат дает свои привилегии. Выпускники школ – да, это дополнительные баллы на ЕГЭ. Соответственно, это для них более, скажем так, приоритетно. Разные ступени ГТО, соответственно, могут сдавать люди от 6 лет до 70 и даже старше. Можно с уверенностью сказать, что ГТО в городском округе Люберцы будет набирать популярность день за днём. В Люберецком центре тестирования ГТО зарегистрировано почти 2000 человек. Более 50 из них в этом году стали обладателями золотого значка «Готов к труду и обороне». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова